В рамках своей любви к симуляторам выживания я решил попробовать игру Висфор Ох Майн. Выбор был сделан, разумеется, неспроста. Это создание той же студии, что сделало игру Фрост Панк. Фрост Панк при техническом удобстве был наделен просто заоблачно великолепной атмосферой, к тому же шикарным саундтреком и примерно того же я ожидал от Висфор Ох Майн. И очень захотелось посмотреть, к тому же, на раннюю работу студии. Студии, между прочим, польской. Очень хочется, знаете ли, увидеть Фрост Панк 2, чтобы посмотреть на зарождение новой CD Projekt. Но я отвлекся. Название игры можно перевести примерно как «Это моя война», и она повествует именно об ужасах войны. Ох, да. Знали бы вы, насколько неблагодарно это занятие, ругать такие вот игры про войну, а тем более ссылаться на то, что многое в ней сделано неудобно, мол, ты совсем зажрался, ты ничего не понимаешь. Прекрасное, я считаю, оправдание, а главное универсальное, ведь нет ничего, в пользу чего нельзя было бы его использовать. Почему-то все при этом забывают, что и более старые игры, например, те же гномы, да, умудрялись быть и более технологичными, и более удобными. Гномы. Технологичными. Вот тут кусок забагованного кода, ну серьезно. В общем, на мой взгляд, War of Mine это концептуально просто суперская игра без преувеличения, а вот технически она сделана, дай бог, на твердую тройку, и по итогу она для меня скорее плоха, нежели хороша. Но я вам все равно ее порекомендую. А теперь вам все поподробнее. Давайте сначала о самой концепции, как выглядит игра на словах. Моя война это симулятор выживания во время осады города в период гражданской войны. Не уточняется, какого города и какой войны, но разработчики утверждают, что за идейную основу взята осада Сараева. Но, мол, это может быть любая война. Да, действительно может. Однако, если прислушаться к радио и присмотреться к славянским именам, становится понятно, что разработчики делали игру про то, что им ближе. Про Польшу, скорее всего, либо про то самое Сараева так или иначе, но это совершенно неважно на самом-то деле. Итак, вот перед нами разрушенный дом, в нем живут от двух до четырех человек. Возможно, кстати, поселить еще и одного. Наша задача, разумеется, обеспечить им выживание. Город осажден, припасов нет, очень много погибших. Инфраструктура разрушена, по улицам рыщут патрули, либо даже бандиты. И это уже интересно, так как обычно подобные выживалки предполагают мирное время. А здесь же, просто на заднем фоне, ты постоянно слышишь нечастые взрывы или приглушенную стрельбу. И это отлично играет на атмосферу. Это не дает тебе забыть, где ты находишься и в каких условиях. Геймплей здесь делится на дневной и ночной. До наступления ночи у нас есть определенное время, и его нужно провести с пользой. Мы должны отдавать команды каждому персонажу отдельно. Поэтому тут же посылаем их на работы. Расчищать завалы, обыскивать кучу мусора, вскрывать всякие контейнеры, двери, если это возможно. А также само собой обустраивать дом. По классике у нас со старта должно быть что-то, что поможет нам изобретать. Это в данном случае рабочий станок. На нем можно сделать все необходимое. Примитивную кухню, другой станок, сборщик воды, фильтр для нее, дрова для розжига, очага, сам очаг, стулья, кровати. Все что угодно, лишь бы персонажи были в порядке. А они в порядке, они могут быть по разным причинам, но об этом попозже. Для сборки того или иного предмета, разумеется, необходимы ресурсы. Сперва мы обыскиваем сам дом, но очень скоро тут обыскивать станет уже нечего. Иной способ добыть ресурсы – выменять их на что-то. Раз в несколько дней к дверям случайным образом кто-то приходит, в том числе торговец. Система торговли тут интуитивная и очень даже неплохая, должен признать. В данном случае неинформативность тут даже идет на пользу, в отличие от остальной части игры. Дело в том, что деньги здесь давно не в ходу, только бартер. Притом, в зависимости от условий игры, цены на вещи будут меняться. Сейчас вода дешевле автомата, но вот завтра, кто же знает. Однако, как известно, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет. Тем более, что в условиях войны гриф ненужное очень условен. И ты не раз окажешься перед дилеммой. Вот я сейчас обменяю винтовку на еду, а потом придут бандиты ночью, ранят кого-нибудь или убьют. Или просто вынесут полдома. С другой стороны, может и не придут, а придут, так отобьемся той самой винтовкой. Но тогда на утро люди умрут от голода. Таковы реалии войны. И в игре часто придется делать выбор между тем, что необходимо, и тем, что правильно. Или по совести. Не помогать окружающим, грабить их, возможно, даже убивать. Это общая с фростпанком черта. В любом случае, на ранних этапах много ты не наторгуешь. Так что тебе прямая дорога на ночную вылазку. Сперва ты выбираешь, кто из персонажей, чем будет заниматься ночью. Есть вариант спать. После сна на бетоне никто, разумеется, не будет чувствовать себя хорошо. Спать в кровати, если она, конечно же, есть. Ну, это обычный, в меру здоровый сон. Охранять тут тоже все понятно. Время от времени воры и бандиты разной степени оснащенности и агрессивности будут набедываться в нашу дырявую крепость. И помимо нанесения легких и средних ранений, а то и вовсе убийства, насчет последнего, кстати, не уверен, могут также ограбить дом. Притом так ограбить, что хоть за голову хватайся. Так что нужна охрана, желательно вооруженная. Но это на более поздних этапах игры, пока из оружия только энтузиазм и кулаки. Ну и по желанию одного можно отправить на вылазку. Увы, только одного. Почему увы? Потому что размер рюкзака сильно ограничен и зависит от персонажа. Мы выбираем пункт назначения и читаем обязательно описание, чтобы не лохануться. В нем сказано, куда мы идем. К примеру, там просто заброшенное здание. Или мы намеренно идем в жилой сектор воровать чужую еду. И также данные о том, чего и в каком количестве приблизительно там можно найти. Правда, по прибытию все равно можно найти сюрприз. Заброшенное здание может оказаться незаброшенным. Там тоже поселились люди и теперь это уже не сбор, а грабеж. И ты, конечно же, можешь вернуться ни с чем, мол, я не буду воровать у таких же, как я. Но на утро нечего будет жрать. Или лечиться будет нечем. И кто-нибудь, возможно, даже умрет. А категория осторожность может означать и вполне мирных, пусть даже вооруженных гражданских, которые либо там живут, либо тоже ищут ресурсы и не собираются тебе мешать. Наворовали, сколько влезло и возвращаемся. Важно знать, что время в обеих стадиях игры ограничено. И если окончание дня не грозит ничем, кроме как, ну, некоторые дела будут недоделаны, то если вот к окончанию ночи не вернуться на базу, то возвращение персонажа домой отложится на полдня, что бывает очень неудобно. Зато на старое место всегда можно будет вернуться, и все ресурсы там останутся. Их никто не заберет, их никто не сбросит. Даже если ты туда что-то свое положишь, все это останется, что весьма странно в условиях военного времени, ну да ладно. Однако, опять же, в условиях войны, помимо мирных граждан, в ночные вылазки шастают еще и орды немирных граждан. Часто по руинам будут лазить вооруженные люди, которые по желанию могут как быть нейтральными, так и враждебными, причем в одно и то же время, а то и вовсе это могут быть бандиты или солдаты. В этом случае игра превращается в этакий 2D-платформер, сильно напоминающий мне урезанный Марков Ниндзя. Мы точно так же видим только то, что перед глазами можем подглядывать в щелочки, а через перегородки мы слышим только шум. Это может оказаться бьющиеся ставни на ветру, или же, собственно, противник, патрулирующий территорию. Мы сами тоже издаем шум, в зависимости от скорости ходьбы. И тут у нас вьетнамский флешбек. Использовав покровительство Ниндзя, мы можем как настоящий ассасин таиться в темных уголках и в нужный момент подрезать врагов, что на самом деле довольно-таки безопасно. А можно затеять перестрелку, которые тут, ну, не сказать, что прям совсем никакие. Они просто неинтересны, к тому же опасны. Получить ранения как нефиг делать, а учитывая, что, наверное, девять десятых всех персонажей никак не умеют вообще воевать, скорее всего они просто погибнут, а тут нет сохранения. То есть если они погибли, то все, кирдык. Что до оружия, тут можно отбиваться хоть лопатами и монтировками, разумеется, но ножи, автоматы и ружья все же лучше, а еще можно раздобыть себе бронежилет и каску. Однако лично мне предпочтительнее косплейт Ниндзя. Это попросту дешевле. Одна-две пушки и патроны нужны дома на оборону. Остальное можно просто продавать. Ассасину не нужна броня, а вот еда и лекарства нужны всем и всегда, в том числе и ассасину. Так что все военное барахло идет на обмен. А после группы зачистки на следующий день сюда приходит рейдер с более вместительным рюкзаком. Все дело в кадрах. Дело в том, что персонажи под нашим руководством имеют различный набор характеристик, положительных и отрицательных. Например, есть в игре женщина, которая беременна. Это не симулятор родов, так что она будет беременна всегда. То есть она не может ходить в набеги и оборонять дом, может только спать. Еще не может быстро бегать, только пешком. Балласт? Вовсе нет. Она хороший повар. Это означает, что она на приготовление еды потратит меньше ресурсов, а это, извините меня, крайне важно. Кто-то другой курильщик и восстанавливает душевное здоровье сигаретами, а если их не будет, он будет хандрить и ныть. Или есть кофеманы, а кто-то и вовсе зависим от еды. Зато это уравновешивается положительными характеристиками. Кто-то хорошо торгуется, кто-то тратит меньше ресурсов на изготовление вещей, кто-то отличный добытчик и у него большой инвентарь и шанс найти дополнительный ресурс. Последнее крайне важно, ибо это наш главный источник слез. Вокруг столько всего, а утащить все сразу никак не выйдет. Это просто, не знаю, слезы манчкина. Мои слезы. Тащить нужно только то, что надо. Но надо-то все. Строить вечно не из чего. Еды не хватает всегда. Нередко нужны разные лекарства. А есть ресурсы, которые можно пустить в дело для продажи. «Господи, за что мне все это? Дайте мне какой-нибудь большой-большой мешок!» Часто вообще приходится обходить стороной то, что ты так хотел бы взять, и брать то, что даст вам не умереть через сутки. В первую очередь это, разумеется, еда. Тут все статусы, включая голод, делятся на несколько условных стадий. Плюс один — это сыт. Ноль — ну это просто ноль, да? Минус один — голоден, и минус два — очень голоден. Оголодавший персонаж вскоре, разумеется, умирает, что не прекращает игру, как правило, но, сами понимаете, ничего хорошего из этого не получится. Температура, да, она здесь тоже есть. Необходимо поставить печь и отапливать помещение, если сейчас не лето. Мне не понравилась условность, что печка отапливает весь дом. То есть, хоть на чердаке ее расположи, везде будет тепло, даже в подвале. Это вроде как удобно, но здесь же все-таки симулятор, разве нет? Ну ладно. Еще есть усталость, болезни, ранения и стресс. От усталости помогает, как всегда, крепкий сон на относительно нормальной кровати, от болезни и ранения и разные лекарства, а от стресса — твои вредные привычки, вроде курения или кофе, а еще кресло, книга, уют. Помощь окружающим тоже, кстати. Иногда к нам будут приходить гости. Они могут как принести подарки, и такое тоже бывает, так и, что намного чаще, попросить чего-то. Лекарства, еду или помощь, тогда мы можем отправить к ним персонажа на день или два. Он просто выбывает как бы из игры на это время, и все. В этом случае повышается мораль всех жителей дома. А понижается она, скажем так, заразительно, как я понял. То есть, ты убил человека, к примеру, и все, персонаж грустит, у него стресса, от него заражаются другие. Тоже ходят, грустят, хандрят. Еще помогают песни по радио. Кстати, да, здесь отлично сделано радио. Мы крутим крутилку, вертим вертелку, и находим четыре волны. По одной погода, что важно, ведь тут и зима бывает. Зимой, кстати, геймплей меняется. Дрова уходит, как пулеметная лента, вода теперь добывается из топленого снега. Заболеть, как два пальца. По другой военной сводке, насколько вокруг безопасно, не наводнили ли окрестности рейдеры, которые будут целую неделю, каждую ночь, устраивать себе серьезную осаду. Или военные, которые, ну, в этом плане, ничем не лучше. Ну и также по другим волнам крутят песни, что поднимает боевой настрой. Так и живут наши персонажи, с интересными, кстати, именами. Маша, Катя, Павло. Это даже приятно, на самом-то деле. Не часто такое встретишь, согласитесь. Кроме тех игр, где можно переназывать персонажей, как тот же Фрост Панк или Блэк Эн Вайт 2. Зато там у них нет биографии, а здесь она есть. И она раскрывается по мере продвижения прогресса выживания. Кто-то дезертир, кто-то полицейский, но в основном тут всякие повара, репортеры, блогеры, да? Всех объединила в общее горе. Общая война. Все оказались перед ней равны. Игра атмосферна, и эта атмосфера, ее не описать словом «хороша». Конечно же нет, как она может быть хороша, если речь идет о войне. Она здесь, скажем так, аутентична и действительно показывает ужасы войны, дает их прочувствовать. В этом помогает и музыка. Она спокойно, злумывная. Она чересчур успокаивающая. Хотя чего-то ей не хватает. Ей не хватает показа не только атмосферы самой войны, ей не хватает некой такой заднеплановости. Она не должна просто окрашивать ситуацию, скажем так. Она должна давать фон. Если вы поняли хоть что-то из того, что я сказал, то мы с вами на одной волне. Если вы не поняли ничего, просто забейте. И, конечно же, необычная стилистика грубого карандашного рисунка, что очень сочетается с грубой войной. По итогу, если так вот посмотреть по верхам на саму идею, на концепцию игры, если просто послушать, вот как вот меня сейчас, да, то создается впечатление крайне интересного проекта, очень увлекательного, несмотря на тематику. И людям действительно во многом понравилось. Игра разошлась как горячие пирожки, в основном, кстати, ее полюбили в России и странах СНГ. Однако, я хочу огорчить фанатов игры и это очень поверхностный анализ. Гениальная тут лишь задумка. А вот реализация задумки крайне сильно подкачала. Начну с конца, с атмосферы. Фростпанк, Анабиос, Дарк Соулс. Вот три примера игр, каждая имеет атмосферу обреченности и такой разрухи. И каждая показывает ее по-своему. Однако, каждая при этом остается увлекательной благодаря геймплею. В War of Mine размеренность и скудность геймплея плохо накладывается на общую атмосферу уныния. Во время игры хочется просто заснуть. Она становится скучной, увлекательность очень быстро пропадает. Остается лишь такая медленная и неудобная репетативность действий. То есть, по итогу игра очень уныла. Она навевает скуку и мало что способна в ней тебя взбудоражить. Именно на таком фоне ты подмечаешь тысячу и одно неудобства. Например, вот чего в игре катастрофически не хватает, просто катастрофически. И что сильно бы ей помогло, это ускорение течения времени. Разработчики это тоже поняли и через 4 года в своем фростпанке сделали паузу и 3 стадии ускорения. Вспомните тех же гномов. Моя война чем-то на них, кстати, похожа. Но и в гномах можно было ускорять течение времени. Тут же все происходит очень медленно. Медленный ремонт, медленное изобретение, приготовление. А главное, часто есть ситуации, когда персонажам нужно выспаться, а у тебя в планах что-то там, не знаю, сделать с их помощью. В итоге ты ждешь реально минут 10, когда они выдрахнутся и проснутся довольны. Перемотки здесь нет. Можно только завершить день, но это уже другое. Или, например, у тебя ноль нужных ресурсов, и ты ждешь торговца. Ну и жди. Сиди, жди. На базе делать нечего без нужных ресурсов. Персонажи просто ходят или стоят на месте, как истуканы, не сильно-то изображая жизнь. Вот, кстати, об этом. Очень не хватает самостоятельности персонажей. В тех же гномах или Oxygen Not Include ты давал тип работы персонажам, и они делали эту работу. Не нужно было каждого водить за ручку и тыкать носом в еду. Изредка вроде они могут сами поесть, чтобы не помереть. Но при мне ни один уставший персонаж сам не прилег поспать, а ни в усмерть голодный не поел. Никто не пошел сам разгребать завал или что-то еще делать. Между поручениями персонажей не переговариваются, лишь изредка выдают мысли в облачко, мол, эх, так было так, ща бы супчику, да с потрошками. И на этом симуляция жизни заканчивается. В игре, где как раз хотят показать жизнь во время войны, это недопустимо. Я всю игру ощущал себя предвестником, который Assuming Direct Control. И без моей указки никто даже не почешется. Можно открыть листок, где описаны мысли жителей, чтобы узнать, а что им, собственно, надо. Но список их потребностей всегда один и тот же и всегда скудный. Сколько надо кофе, сколько надо в день сигарет, есть ли еда и лекарства, сколько стульев, кресел и кроватей. И знаете, их трудно в этом винить, ведь ветка развития тут очень-очень скудна. Любое выживание предполагает развитие. Никто не просит строить дом заново, хотя почему бы и нет. Но ладно. Или превращать базу в укрепрайон, что уже как раз таки было бы разумно в условиях войны. Тут нам предлагают латать дыры в стенах, вон, воду собирай там, самогон варьи. Но это лишь кажется, что есть много вариантов для развития. На деле их не так уж много. Два станка, две грядки, самогонный аппарат, плита и сборщик воды. Все. Как бы, да, это все, что надо для выживания, но помимо выживания, хочется еще и развития. А развитие очень быстро останавливается, упираясь в лучшем случае в потолок, а в худшем в другие условности. Вот меньшая из них. Ты не можешь обустроить дом так, как тебе хочется. Мелочь, скажете? Вот нихрена подобного. Скажем, книги здесь идут на рожек. Это очень ценный ресурс, потому что иначе ты на это тратишь еще более ценные дрова, стак которых две штуки, между прочим. Хорошо, но вот, вот стоит шкаф, и видно, что он набит книгами. Почему бы не разломать его на дрова и на рожек? Нет, никак вот нельзя. Это просто декорация. Он нарисован. Ты с ним ничего не сможешь сделать. Это картинка. Максимум, можешь использовать только холодильник. Ты не можешь очистить помещение от вещей, чтобы поставить там свои станки. Станки эти и другие постройки ставятся по неудобной сетке. И сетка эта двухмерна. То есть тут лишь одна плоскость, одна линия, вот по ней и ставь. Нельзя, скажем, рядом с печкой поставить стул напротив той самой печки. Визуально места полно, а технически здесь нет пространства. Игра двухмерна. Часто поставив постройку там, где играет разрешай, ты обнаруживаешь, что она прошла, самая постройка, сквозь текстуры, других вещей на этом месте. Например, ящики сквозь плиту, вот как у меня. И это не баг, это норма для игры. Я понимаю, что дом строился без расчета на обустройство, в нем база для выживания, но по итогу построить что-нибудь удобное и эргономичное не получится. Будет лишь куча построек, разбросанная по всему дому. Как вам печка в ванной, наверху отапливающая подпол с коллектором воды? Кстати, о коллекторах. Тут большая беда с ресурсами. Постройка чего бы то ни было требует их целую прорву. Наверное, так и задумано, мол, это же война, их добывать очень трудно, так и выживаем. Но беда в том, что добываются эти ресурсы крайне вяло и очень скучно на самом-то деле. На маломальские нужную вещь их требуется целая гора, а ты часто не можешь идти и собирать то, что хочешь. Нужно собирать еду и лекарства, иначе кое-кто начнет умирать от досады. Плюс никакой возможности расширить инвентарь рюкзаком, как в тех же гномах. А ведь часто с собой придется тащить еще лом или отмычку для открытия замков, лопату для быстрого разгребания завалов, без которой один завал будешь полночи расчищать, это сейчас не шутка, или одноразовую ножовку для железных решеток, причем довольно-таки дорогую, одноразовую ножовку. И оружие на случай, если на объекте опасно, а там почти всегда так или иначе опасно. А если оружие огнестрельное, то патроны к нему отдельно. Вот так вот. Игровая экономика никуда не годится. Она построена таким образом, что ты можешь по несколько дней ждать, когда наберется нужное количество ресурсов. Притом, дома персонажам будет попросту нечего делать. То есть вообще, они просто будут стоять и бесцельно бродить. Построить они ничего не могут, не из чего. Хорошо, если все поедят. Только спать и ждать прихода торговца. А ждать, напомню, нужно без перемотки времени. Вылазки вдвоем или рюкзак спасли бы ситуацию в какой-то степени. Правда, тогда бы пришлось переделывать ресурсозависимость построек. В общем, баланс тут никудышный. Все упирается в репетативность действий. Несколько дней ты просто ожидаешь быстрым завершением, а несколько ночей по крохам собираешь ресурсы, чтобы сделать одну единственную постройку. А по крохам, потому что, напомню, нужно еще поддерживать температуру в доме, к примеру, а для этого нужно добытые материалы пускать еще и на растопку. И вода сама себя не отфильтрует, а без воды ты и еду тоже не приготовишь. Здесь нельзя просто взять куриную ножку и пожарить ее. Нет, ты должен обязательно сварить суп. Для этого нужна вода, для этого еще нужен розжиг. Вот так вот. Вода сама себя, разумеется, не фильтрует, еда сама себя не поймает. В общем, процесс этот очень быстро наскучивает. Этому отлично способствует бич некоторых хороших игр. Дикая, просто-таки лютая неинформативность и в целом неудобное управление. В игре нет обучения ни в каком виде. И если в неудобном управлении ты разбираешься довольно-таки быстро, хотя, конечно, долго негодуешь от него, включая то, что клавиатура почти никак не задействована, хотя это сильно упростило бы жизнь, ведь управлять камерой как минимум гораздо удобнее с клавиатуры, то вот неинформативность это местный гвоздь в крышку гроба игры. Обучения нет, подсказок нет. Непонятно сразу даже как начать игру со своим набором персонажей, ведь за каким-то хреном кастомная игра прячется в разделе мастерской, хотя в мастерской всегда обычно мастерская, но нет, там еще и раздел своей игры зачем-то. И отдельный привет отдельной же покупки одиночной мать вашу компании. В ином случае тут просто бесцельная песочница, а цель нужна всегда и везде, даже в выживалке. Извините меня, цель просто дожить это не цель. Свойства персонажей указаны одной фразой. Хороший повар. Что это значит? Что он спрашивает повара? Или что он вкусно готовит? Возможно, еда насыщает лучше? Что? Нет? Он тратит меньше ресурсов? А откуда я это должен узнать? Из Википедии? Это дно, вы понимаете, дно. Как воевать тебе тоже не расскажут. Попробуй сам нападать на вооруженных людей с лопатой. И это круто. В игре, где нет сохранений, персонажи погибают очень быстро и перманентно. Спасает Аль ТФ4, но автосохранение не в начале ночи, оно в начале дня. Все заново. А это же такой увлекательный процесс. Раздача скучных однотипных команд не самостоятельно болванчиком. Закрепления чертежей тоже нет, хотя это было бы очень удобно. Особенно если учесть, что тут очень странная система учета. Твою мать, кто ее придумал? Обычно? Обычно. У всех вот нормальных людей, да, в нормальных играх. Сначала пишется количество имеющегося ресурса, а потом через дропе количество нужного. Тут же все наоборот. Сначала нужный, потом имеющийся. И мозг долго не может понять, в чем тут вообще прикол? Как это вообще так? Ну что за левая резьба такая непонятная? Зачем изобретать велосипед? Из-за неудобного управления ты часто выбираешь не того персонажа, избиваешь ему команду, и потом даже просто не замечаешь это. В итоге дело не сделано, он стоит, а время-то идет. В меню игры тебе предлагают выбрать включить ли контент экстендед эдишн или анниверсаре, притом лишь один из них. Но что есть что, тебе никто даже не скажет. Что это за контент? Что он в себе несет? Как я это должен узнать в игре? Опять в Википедию лезть? Как ни старался начинать игру, заново всегда один и тот же начальный дом. И другой, если выбрать экстендед эдишн. Возможных тут всего три, но как-то маловато что ли. Вообще в игре маловато контента. А уж это идиотская, печально весь дом. Ох, мы убили. Мы были вынуждены их убить. Кого? Тех бандитов, что убили прежних хозяев дома и убили бы тебя? Ты, сука, тренированный боец. Ты теперь будешь ходить и хандрить неделю требовать сигарет. Ну что за цирк? Искусственный интеллект врагов настолько охрененный, что ты можешь стоять за ширмой, как Бэтмен с ножом и при подходе резать их одного за одним. А у них даже не хватит у масса поставить кучу трупов на одном месте, да? На полу. И темный угол и вычислить тебя. Нет. Где же он? Где же он? Да нигде, блядь. Приходят дети, мол, дайте поесть. Окей, я дам, у меня есть еда. Но нет, нет, они так запрограммированы. А у меня нет консервов. Эх, и тут отказали, говорят, дети и уходят. Аааа, что это? Что это? Почему игра так не проработана? Создается ощущение, что разработчики имели гору интересных задумок, но реализовать их не смогли, да и не сильно-то старались. Игру буквально сделали на отъебись. Это самое верное определение. Притом, действительно видно, сколько интересных задумок было у поляков, но не видно одного, не видно старания. Плохую игру можно вытянуть на старании. Хорошую игру старания можно преобразить. Здесь его нет. Тут тебе интерактивная карта и некоторые места становятся недоступны за погоду или боевых действий, как в случае с Фростпанком, кстати, опять же. И интересная торговля, и классно придуманное радио, нигде еще такого не видел. И недели террора, и смена времен года. Но все это очень, очень криво реализовано. И на деле не выдерживает конкуренции с другими играми. Марков Ниндзи в плане боя на 100 голов выше, а Выживалки да любая лучше. У меня по Выживалкам есть такая своя негласная шкала. Есть шикарные, такие как Сабнафтика, Фростпанк или Дон Старв. Есть средненькие, как How to Survive или Forest. Есть откровенно слабая, как Рафт. Так вот, моя война именно в разделе откровенно слабых. Ее не назвать дерьмовой, нет. Она интересна, но мне наскучила крайне быстро, потому что есть гора более интересных проектов в том же жанре. Я предлагаю вам в нее сыграть, и уж тут, если понравится, то буду только рад, но если почувствуете скуку, удаляйте, веселее все равно не станет. Однако, лишь за одну идею можно похвалить разработчиков. Давайте будем честны, игра снискала любовь не в последнюю очередь потому, что мало игр, поднимающих тему ужасов войны. Я помню только Спекопс, но там стилистика совершенно иная. Очень хотелось бы увидеть еще проекты на подобную тему, но уже более продуманное. А пока имеем, что имеем. Субтитры создавал DimaTorzok